всем привет вот такой вот бедро индейки филе бедра естественно делаю пастрому пастрома классическая делается из говядины как-нибудь из говядины тоже сделаю ну из курицы часто делают из грудки куриные или индюшачьи сначала рассол замочу это филе на литр воды две столовых ложки соли ну или даже немного больше ну чтобы насыщенный соляный раствор был и столовая ложка лимонного сока ну или полторы две даже замочу на пару часов в этом рассоле мясо этого индюшачьего где-то здесь кило сто ну примерно килограмм ну срезать практически ничего не нужно ну несколько мелочей разве что замачиваю в теплой воде чтобы это быстрее правда промариновалось и держу пару часов ну некоторые держат там ночью и прочее 5 6 8 часов ну на мой взгляд это есть смысл когда у вас крупный кусок нераскрытый как филе бедра буду добавлять чеснок 2 3 зубчика можно сухой будет добавить чеснок на ваше усмотрение в общем прошло где-то два два с половиной часа я вытер это мясо салфеткой излишняя влага ни к чему ну и другой маринад делаю то было рассол а сейчас делаю маринад пара чайных ложек паприки это копченая паприка не острая чайная ложка куркумы которая близка по вкусу к имбирю как известно немножко черного перчика две столовых ложки но приблизительно соевого соуса ну и чили по вкусу я примерно чайную ложку добавил чили соуса острого еще немножко соли ну и растительное масло любое все смешал размешал ну показалось что маловато немножко добавил поэтому еще растительного масла ну приблизительно три столовых ложки всего попробовал ну круто наношу этот маринад на это филе развернутое на все участки некоторые держат вот так вот в маринаде тоже ночь там ну на мой взгляд тоже в этом нет большого смысла потому что во время запекания все это разойдется очень даже быстро и хорошо можно и подержать можете например с вечера это сделать а утром запекать или наоборот с утра сделать запекать вечером укладываю чеснок сушеный да вполне можно применить хороший конечно хорошая фирма чтобы он реально был чесноком ничем ничем ничем-то невнятным складываю это филе приблизительно так как оно и было ну и перевязать надо некоторые используют эластичный бинт но его надо промыть хорошо чтобы не пах бинтом можно использовать конечно или просто бинт некоторые для перевязки используют тоже промыть промойте но кулинарная нить она конечно удобнее вот я перевязываю кулинарной нитью вот я опять перевязываю кулинарной нитью вот я продолжаю перевязывать кулинарной нитью не нервничайте пожалуйста я уже заканчиваю ну вот я уже перевязал кулинарной нитью укладываю форму для запекания положил форму фольгу духовка разогрета по максимуму но у меня максимум несколько слабоват 230 а желательно 250 отправляю в духовку и держу в духовке 30 минут да смотрите конечной заставки в этом есть смысл я держал 30 минут а если ваша духовка выдает 250 где-то держите такой кусок килограммовый минут 25 26 два с половиной часа запеченное мясо остывало медленно оставала в духовке я не доставал его из духовки и вот сейчас достала на теплое я завернул бумагу и еще при комнатной температуре оно продолжает остывать а через пару часов отправил в холодильник и надо чтобы оно полностью остыло но это не обязательно конечно можно и теплым есть ну моё полностью остыло режу ну аромат очень хороший надо попробовать вкус тоже очень хороший мне нравится ну на завтрак это буду есть с удовольствием ну и не только я приготовьте просто и вкусно всем приятного аппетита всем пока пока